Мир вам, дорогие братья и сёстры! Приветствуем всех тех, кто в это утро пришёл в Дом Господен. Пришло время, когда мы можем начинать наше утреннее богослужение, наше личное и совместное поклонение Господу в собрании верующих людей. Подходит к концу ещё один месяц года, и этот месяц в Соединённых Штатах — это месяц, посвящённый благодарению. И вот на следующей неделе будет такой красивый праздник, День Благодарения. Мы, в принципе, уже сегодня начинаем праздновать этот праздник, хотя сама благодарность является неотъемлемой частью жизни верующего человека. Мы постоянно благодарим Господа, и Писание говорит, что быть благодарным — это угодно нашему Господу. Поэтому сегодня мы также будем в нашем собрании особо делать акцент на поклонение Господу через благодарность. Давайте мы просим Божьих благословений на это богослужение. Отец наш Небесный, мы Тебе поклоняемся в это утро во имя Христа Иисуса. Благодарим Тебя за эту привилегию быть и называться Детьми Твоими. Благодарим Тебя за все милости и благами, которым Ты наполняешь жизнь нашу. Просим Тебя, Господи, в это утро примени наше поклонение как добрый дар, который будет возноситься к Тебе, приносить Тебе славу. Также молим Тебя, Господь, чтобы Ты через это служение питал наши сердца, преображал нас в образ Сына Твоего. Пусть Господь через все это привнесет, будет Тебе честь, хвала и поклонение. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте мы вместе объединим наши голоса в поклонение Господу. Великий Бог Когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца. На всех существ, кого Свой Света рулял, Питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, когда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, как Ты велик. Когда смотрю я к небу к звездам вечным, Где дивно-светлые миры текут, Где солнце и луна в мире вечном, Как в океане корабли плывут. Тогда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, как Ты велик, Когда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, как Ты велик, Когда я вижу ли Христа смиренный, Кто людям в мире этом был рабом, Как на кресте Он умер, Царь Вселенной, И на прощенье приобрел Кресток. Когда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, как Ты велик, Когда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, как Ты велик, Когда Господь меня сам призывает, И светит луч сияния Его. Бог, тогда мой Дух в смирении сполкает, Призна величие Бога Своего, Когда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, как Ты велик, Когда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, как Ты велик, Когда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, как Ты велик, Когда поет мой Дух Господь к Тебе, Как Ты велик, как Ты велик, Как Ты велик, как Ты велик, Слава Господу нашему великому и всемогущему. Псалом Давида 102. Благослови душа моя Господа, И вся внутренность моя, Святое имя Его. Благослови душа моя Господа, И не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, Исцеляет все недуги Твои, Избавляет от могилы жизнь Твою, Венчает Тебя милостью и щедротами, Насчищает благами желание Твое, Обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд над обиженными, Щедр и милостив Господь, Долготерпелив и много милостив, Не до конца гневается, И не вовек негодует, Ни по беззакониям нашим сотворил нам, И не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, Так велика милость Господа К боящимся Его. С этими мыслями мы будем благодарить Бога нашим. С этими мыслями мы будем благодарить Бога нашим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благодаря тому, что Бог нам дал Теперь славы скажет я силен Бедный скажет я богат Благодаря тому, что Бог нам дал 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 Ты, Отца, живое слово Ты, Господь, царь, царей И твой гимн, любви, звучит по всей земле Гурый ангела восставив, гречных ты пришел спасать Вместо радости небесной ты на крест зашел страдать Ты гордил голодный копырь, поломбоны украшал Но, как огнец на заклане, тикал, ну, как умирал Ты, Творец всего живого, Ты, Господь и царь, царей И твой гимн, любви, звучит по всей земле С воскресанием триумфа Смертью смерти победил За нем небо, трон по праву Плены нас освободил И теперь ты наш заступник Наша дата и предотцом И с времен народом на ты Лишь ты приведешь в свой дом Ты, Творец всего живого Ты, Господь и царь, царей И твой гимн, любви, звучит по всей земле Ты, Творец всего живого Ты, Господь и царь, царей И твой гимн, любви, звучит по всей земле Слава Нашему Дорогие братья и сестры, откройте, пожалуйста, священное писание Послание апостола Павла к римлянам Пятая глава Римлянам пятая глава С первого стиха прочитаем Итак, оправдавшись верою Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа Через Которого верою и получили бы доступ К той благодати, в которой стоим И хвалимся надеждою славы Божьей И несим только, но хвалимся и скорбями Зная, что от скорби происходит терпение От терпения опытность От опытности надежда А надежда не постыжает Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым Данным нам Ибо Христос, когда мы были еще немощны В определенное время умер за нечестивых Ибо едва ли кто умрет за праведника Разве за благодетеля может быть кто-то и решится умереть Но Бог свою любовь к нам доказывает тем Что Христос умер за нас Когда мы были еще грешниками Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью Его Спасемся им от гнева Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом Смертью Сына Его То тем более, примирившись Спасемся жизнью Его Аминь Помолимся нашему Господу Великий, чудный, всемогущий Бог Сегодня утром мы прославляем Тебя Потому что Ты только один во Вселенной достоин славы Мы преклоняемся перед Тобою Мы благодарим Тебя сердечно за Твою благодать За Твою милость За великую любовь, явленную в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе Сегодня мы благодарим за то, что Ты собою примирил мир Ты не вменяешь людям преступлений их Всякому верующему в Тебя Ты даруешь прощение И жизнь в Тебе Жизнь во имя Твое Мы собраны на этом месте вместе, чтобы поклониться Тебе Чтобы прославить Тебя Чтобы восторгаться Твоей благодатью, Твоей любовью, Твоей милостью Мы благодарим, Господи, за то, что мы можем слышать Слово Твое Оно просто и ясно открывает нам Тебя, великого, бесконечного Бога Мы благодарим, Господи, за то, что мы можем совместно прославить Тебя Преклониться перед Твоим величием, перед Твоей святостью И, Господи, мы просим, чтобы Ты направлял наши мысли, наше сознание К тому, кто вечный, кто непостижимый Господи, центр нашего поклонения Ты Мы собраны во имя Твое Да прославится имя Твое в наших сердцах, в нашей жизни Великий и чудный Бог, Отец, Сын и Дух Святой Аминь Садитесь, пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Удивительный Бог Я стою пред Тобой на коленях Из ладоней Твоих Принимая щедроты Твои Ведь потоки любви И обильные благословения Ты с небес посылаешь В открытые руки мои Удивительный Бог Кто с Тобой сравнится В величии Кто, как ты, справедлив Кто, как ты, бесконечен и свят Из туканы земли Эти идолы в жалких обличьях Ни любви не дадут Ни спокойствием не наградят Удивительный Бог Разве есть кто-то выше, сильнее На земле, в небесах В бесконечном пространстве миров И в ответ трепещу Я ищу пред Тобою в смирении Сознавая обманчивость Ложных иллюзий и снов Удивительный Бог Сотворивший вселенную Слово Я к Тебе прибегаю Оставив земные пути И опять возвратясь к неизменным и вечным основам Я спасибо скажу Что ты смог меня, Боже, найти Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Чего еще не сделал Бог для нас Для нашей жизни мир был Богом создан Земля цветущая и небо в звездах Все это сотворил Бог ради вас Он щедро рукой вам подари Земные необъятные просторы Леса и реки И моря, и горы И ночи тишину, и свет зари И траве синих терпкий аромат И летний дождь спасающий от зноя И осени богатства золотое И белизной слепящий снегопад Вас радуют ромашки на лугах Многоголоси птичьей песней звонкой И радуга, и первый крик ребенка И шум ручья, и солнце в небесах Какая мощь, какая благодать Живите, радуйтесь, Творца хвалите И низко голову пред Ним склоните Но Бог еще сумел вам что-то дать Он в завершении всех великих дел Чтоб силу благодати вы познали Пришел к нам сам через вселенной дали Свою любовь нам подарить хотеть И Боже Сын спустился к вам с небес Чтоб неземною вас обнять любовью За нас Он умер, жертвуя собою И чтобы жили мы, Иисус воскрес Бог любит нас, Он нас любил всегда Его любви неведомы пределы И все, что мог Господь для нас отделал И все, что мог Господь для нас Бог любит вас, Он вас любит всегда Его любви неведомы пределы И все, что мог Господь для нас отделал И все, что мог Господь для нас отдал Вы, Боже, не верите любовь От Господа куда-то вдаль бежите На сердце руку положа скажите Чего еще для вас не сделал Слава Богу Слава Богу Как не быть благодарным Богу, если Он по любви Своей посылает так много-много Фруктов разных и овощей Хлеб дает нам в обильной мере труд народа благословив Неужели, а я не верю, кто-то скажет, добро забыв Неужели могучий голос всей природы для вас молчит Неужели вот этот голос вам о Боге не говорит Неужели, да быть не может Нужно сердце свое открыть И тогда ты захочешь тоже слушать, верить Благодари Слава Богу Слава Богу Слава Богу How can I say thanks for the things you have done for me, things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be All that I am and never hope to be Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Thank you Lord for making me whole Thank you Lord for giving to me Thy grace of patience are vision free Thank you Lord for saving my soul Thank you Lord for making me whole Thank you Lord for giving to me Thy grace of patience are rich and sweet Thank you Lord for making me whole Премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие и сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как ты великий наш Бог. Могущий свет, посвященный мы в восхищении, Среди над краснами в тенях, Как ты великий наш Бог, Ты чудесный Бог. Ты великий Бог, Ты чудесный Бог, Стоющий звезды вселенной твоих именов, Как ты великий наш Бог. Могущий свет, посвященный мы в восхищении, Среди над краснами в тенях, Как ты великий наш Бог. Ты чудесный Бог. Ты чудесный Бог. Ты чудесный Бог. Я приглашаю сейчас сюда семью брата Славика и сестры Ани. Они заявили желание, чтобы совершила церковь молитву об их ребенке, об Альвиночке. Притчи, 25 глава, 24 стих. Записан один такой текст. «Лучше жить в углу на кровле, нежели с какой женой? Со сварливой». Смотрите, вы хорошо знаете. «Нежели жить со сварливой женой в пространном доме». Представьте себе, в тесной Палестине, там больших домов, это очень большая редкость. И говорят, что, вот мудрый автор этих притч говорит, «Лучше жить под жарою, пусть солнце палит, лучше в углу жить, где-то на кровле, чтобы тебя никто не видел, чем в пространном доме со сварливой женой». Откуда берутся сварливые жены? Они берутся из неверующих семей, там, где Богу не поклоняются, потому что там, где Господь, там сварливости не будет. А вообще, что такое сварливость? Можете сказать, что такое сварливость? Неустройство, хорошо. Недовольство, может быть, сварливость? Недовольство. Постоянные жалобы. Это придирчивость. И вот это воспитывается в людях, которые не видят и не преклоняются перед Богом. Это в грешном сердце культивируется. Интересный человек один подошел к Иисусу Христу и говорит. Кстати, он очень важный вопрос задал. В 19 главе Матфея записано так, 16 стих. «И вот некто подошел, сказал ему, «Учитель благий, что мне делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» У молодого человека было заложено очень важное желание вечно жить, как и многим людям другим. И он правильно наставлен был. Когда стал ему Христос говорить, что нужно для этого, он говорит, «Это все я сохранил от юности моей. Я исполняю то и все, и родители почитаю». А Господь говорит ему, «Знаешь что, тебе вот одного не хватает». И он его не отверг. Он говорит, «Приходи, за мной следуй, только вот это сделай, и все. Ты за мной придешь и получишь ответ на свой вопрос. Получишь жизнь вечную». Одно что-то маленькое может держать даже при научении всего Божьего закона. Задача, которую перед вами поставил Господь среди вот этих вот трех прекрасных молодых сердец, чтобы вы стали на фронте любимой евангелизации и любимого благовестия. Самых любимых сердец вам Господь доверил, чтобы вы были благовестниками, первые благовестники для этих душ. И поэтому не просто помолиться для того, чтобы Бог их благословил здоровьем, чтобы благополучие было в вашей семье, но благословит вас Господь тем присутствием, чтобы одно маленькое не было упущено, то, что будет разделять от следования за Господом и получение жизни вечной. Вы согласны, друзья? На церкви лежит еще ответственность молиться за такие души. И мы присоединимся, и на нас ложится ответственность не просто благословить, а молиться, чтобы Господь дал силы, мудрости, Духа Святого Помазания, чтобы было на Славике и на Ане, чтобы они как родители привели эту душу к Иисусу Христу, и им было достаточное проповеданное Евангелие, чтобы они через жизнь пришли, чтобы несварливые жены росли в семьях, они оттуда берутся, а чтобы были довольные, радостные христиане, которые достигнут неба. Вы согласны? Давайте мы совершим молитву. Дорогой Господь, я благодарна, что мы еще живы и здоровы. Ты нас подкрепляешь каждый день, даешь нам все необходимое в нашей жизни. И также, Господи, я благодарна, что мы в это утро можем посетить церковь, Господи, назидаться, Господи. Благослови также, Господи, Альбиночку, Господи. Мы благодарны, что Ты нам послала ее в нашей жизни, Господи, что она родилась здоровенькой, Господи, что с ней все благополучно, Господи. Оберегай ее, охраняй, Господи, чтобы она всегда любила Тебя всем сердцем, всей душой, Господи. Подкрепляй ее, Господи, духовно, чтобы всегда и шла по Твоему пути. И нам дай, как родителям мудрости, Господи, воспитать наших детей, Господи, правильно, Господи. Дай нам со славой, Господи, этой мудрости и благослови всю нашу семью. За все мы благодарны, за все милости. Аминь. Господь, Бог мой, благодарю Тебя за это утро. В этот утренний час, Господь, прихожу к Тебе в молитве и благодарю Тебя за все Твои милости, которые Ты явил в моей семье, Господь. Благодарю Тебя за этот подарок, Альбиночку, которую Ты нам дарил. Господь, что она благополучно родилась, что у нее есть здоровье. Я благодарен Тебе за это, Господь. Пошли на моей особой мудрости. Чтобы мы правильно воспитали ее, Господи. Чтобы она боялась Тебя. И чтобы она заповеди Твои исполняла. Господи, прибудь с нашей семьей. За все Тебе слава. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы присоединяемся к этой молитве родителей. Господь и Бог наш, Отец Небесный. Благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе они нашли прощение своих грехов, за то, что Ты им, Господь, дал семью. И эта молодая семья сейчас приносит в молитве к Тебе о своих детях. Сейчас об Альбиночке. Мы просим милости Твоей, Господь, на нее, чтобы она была Твоим детем, познала в свое время Тебя и через жизнь родителей, чтобы она видела этот добрый образец, и чтобы ни одна маленькая деталь не отделяла от следования за Тобою и посвящения Тебе. Прославься, Господь, в их жизни, благослови Церковь нашу в том, чтобы мы всегда молились и поддерживали эти семьи в молитвах. Тебе пусть будет слава и здесь, на земле и в вечности. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Занимайте свои места, дорогие друзья, а мы вам оставляем на память вот такую прекрасную книжечку, которая называется «Богословие для детей». Пусть Господь благословит и в радости воспитывать ваших детей. Это прекрасно, когда мы можем в церкви, когда мы благодарим Господа за изобилие тех благословений материальных, которыми Господь обогащает нашу жизнь, что мы можем благодарить и за благословения, которые Бог дает нашей семье, Бог дает детей. Писание говорит, что дети — это подарок от Господа, это великое благословение. Пусть Господь благословит семью Славик, а также все другие семьи, которые сегодня находятся в такой активной фазе воспитания детей. К сожалению, дети — это временное. То, что Господь дает нам, родителям в детстве, кажется, что это будет очень быстро, то есть очень долго, а затем, оказывается, оно все очень быстро. Сейчас вот мы с женой иногда смотрим на наш опустевший дом, то есть думаем, а где же те, которые когда-то наполняли наш дом? Конечно, они по праздникам приходят, иногда и без праздников, но дети не всегда в семье, поэтому родители, кто находится, как я сказал, в такой активной фазе воспитания детей, пользуйтесь этим и вкладывайте все, что можете вложить для того, чтобы ваши дети были впечатлены не только ситуацией в семье, хорошей и доброй, но также были впечатлены Господом. Вы помните, братья и сестры, я больше обращаюсь сейчас к членам поместной церкви, хотя и гостям нашим, особенно те, которые регулярно нас посещают, что мы сейчас в церкви находимся в поисках брата, который сможет меня сменить на служение основного пастора. К сожалению, как я уже говорил, перед церковью в последнее время мое здоровье оставляет желать лучшего, и я не могу достаточно эффективно выполнять те обязанности, которые лежат на мне, как на ответственном пасторе. И я лично давно уже молюсь об этом, с другими братьями мы молились, и вот сегодня, как мы и говорили, мы хотим вам представить брата, которого мы рассматриваем как кандидата на пасторское служение в поместной церкви. Я лично знаю брата Диму лет, наверное, 19-20, наверное, достаточно долго. Помню его еще совсем юным, молодым человеком. Какое-то время мы нечасто виделись, но сейчас он возмужал, стал зрелым не просто мужчиной, а стал зрелым пастором. И мое сердце очень расположено к тому, я думаю, что если Господь поведет это все, и церковь поместная будет согласна, я думаю, что этот брат мог бы быть тем благословением для поместной церкви. Я и другие братья, члены Пресвитерского совета, мы все единодушны в этом, поэтому сегодня с нами брат Дима. Дима, пожалуйста, поднимись на сцену, чтобы тебя видели. Братья и сестры, поприветствуем его. Это брат Дмитрий Жеребненко. Дима, я не знаю, что это прилично, вот при таком большом публике, как бы говорить брат Дима, или может быть Дмитрий Юрьевич лучше? Нет, нет, брат Дима, проще. Ну, тем не менее, братья и сестры, знаете, это Дмитрий Юрьевич, да, то есть... Еще раз попробуем, да, брат Дима. Дима, если ты можешь немного поделись свидетельством, мы с тобой знакомы давно, да, то есть, наверное, не вся церковь знакома, ну, далеко не вся, да, то есть, поэтому, если ты немного расскажешь о себе, о своей семье, о своем христианском опыте, о служении, которым ты занимаешься. Сегодня, кстати, брат Дима вместе с семьей, с женой, с детьми. Кстати, я не знаком с ними, тоже с удовольствием познакомлюсь, после того, как брат Дима позволит это сделать. Хорошо. Брат Дима, несколько слов, да, то есть о себе. Ну, во-первых, приветствую, дорогая церковь, рады быть с вами, благодарим Бога за то, что вы уже нас приняли, мы вот чувствуем внимание и заботу, и вот с братьями вчера встречались, и Евгений, и Таня нас хорошо тоже приняли, заботятся о нас, но немножко расскажу о себе, постараюсь только с самой лучшей стороны, остальные все упущу. Допустим, каким я был ребенком, когда я рос. Ну, я родился в Новосибирске, Сибирь, почти, чуть более 40 лет назад. И, в принципе, рос в семье служителя, и, не знаю, третье или какое поколение. В общем-то, в церкви всегда, и мой дедушка, допустим, был служителем, помню еще, когда маленький был, посещали его в тюрьме, потому что он сидел, он был пастором, он был осужден за это в свое время, в советское время, и как бы знал с детства, что христианство — это не просто воскресенье сходить, это целый спектр, то есть это жизнь, которая требует, это стоит, это стоит чего-то, это требует жертвы. Я это видел в своих родителях, видел в своих дедушках, бабушках, для них это не просто игра, они готовы за это были заплатить. И с детства вот рос в такой атмосфере, и, ну, как каждый ребенок, вроде бы родители идут в церковь, я прихожу в церковь, ну, сижу, а душа хочет куда-то на просторы. И было церковь, ну, так, не совсем, может быть, радостным явлением в жизни. Но потом это все поменялось, и теперь мне приятно быть в церкви. Поверьте, те, кто из вас сейчас сидят и думают, «Ух, я согласен, мне сейчас скучно в церкви, мне неинтересно». Поверьте, множество людей рядом, которые сидят с вами, им в церкви сейчас приятно и интересно. Я это сам пережил. Прошло этот период, и в 96-м на 97-й год молодежная встреча Нового года, и там Бог показал мне, что я, хотя с детства в церкви, третье поколение, четвертое верующие, я не дитя, я не часть этой семьи, которая собирается вот вместе. Сегодня вот собралась церковь, как семья у вас, семейная церковь Богодать. Но можно быть здесь и ощущать вне этой семьи по одной простой причине, потому что не был я дитем Божиим. Это я понял. Я тогда нашел пастора, во время общей молитвы покаялся, помолился, но это только начался сезон такой, который год до три продолжался, пока, уже будучи в Сан-Франциско, мы эмигрировали в 99-м году, приехали в пригород Сан-Франциско, церковь Кастровалы, может быть, слышали. И мы там как бы остановились, и уже будучи там, и уже будучи молодежным руководителем, где-то мой путь к пониманию полного Евангелия или приближения к Богу, наверное, вот он закончился, где сомнения ушли о моем спасении, моей принадлежности. Это был такой сложный период, но я благодарен, что Бог дал такую уверенность, то, что я его дитя. И вот, наверное, с 99-го года Бог тоже дал возможность быть в служении. Сначала молодежным руководителем, занимался в церкви, затем немножко было даже в объединении, служение нес. В общем-то, в 97-м году Бог так поменял направление моей жизни, Бог положил на сердце, и через ободрение братьев-служителей я покорился воле Божией и пошел в семинарию. Поступил в семинарию, и пять лет я учился в семинарии. В 2007 году, я извиняюсь, я сказал в 97-м, нет, это совсем все наоборот. В 2007 году поступил, и пять лет я, в общем, учился в семинарии. В это время Бог благословил меня с семьей, нашел Ирину, самую лучшую жену на свете. Братья, не обижайтесь, но у меня я уже нашел ее, и поиск для остальных должен, наверное, закончиться. И, в общем-то, в семинарии участия Бог нам подарил еще двоих деток и двоих мальчиков, и потом уже после семинарии нам Бог дал еще двоих мальчиков. Вот так вот Бог нас благословляет. И, наверное, с 2011 года мы проживаем в Ванкувере, члены церкви, слово благодати, может быть, вам известно, и там я несу служение. Занимался два года библейским институтом, то есть более такое образование в церкви, и затем пять лет молодежным пастором был. И последний год занимался миссией и евангелизмом, а вот буквально месяц последний попросил своих братьев отвечать за подростковое служение. Там есть большая нужда. В общем-то, вот такое небольшое вступление. А я хочу сейчас пригласить Ирину Ирину с детьми, просто чтобы вы хоть и увидели. Я знаю, что для них это, наверное, первый раз в жизни оказаться на сцене. Поэтому, если вдруг кто-то в обморок упадет, вы уж извините нас. Ничего, справитесь, справитесь. Значит, вот Ирина. Ирина Цуканова, бывшая, теперь она Жеребненкова. Затем мы... Я сказал, когда в 2008 году мы женились, то есть это уже мы 11 лет отпраздновали этим летом совместной жизни. Затем у нас первенец Джошуа. Даже не знаю, как перевести. Иисус, сын Дмитрия. Дмитрия, да? Или как перевести? Потому что не сын Навина. Не Навина, точно. А затем у нас второй, это Джон. Джанни мы его зовем. Третий у нас Лукас. И четвертый, вот он здесь прячется. Это наш... Он уже не Бэйби. Марк. Его зовут Марк. Ну, наверное, он все равно останется, как в младше самой Бэйби где-то. Уж простите. Да, очень приятно познакомиться со всеми вами. Но с тобой мы давно знакомы. Ирина, очень приятно познакомиться. Как вам Калифорния вообще нравится? Хорошо, солнце. Да, мальчики лучше, чем Ванкувере. О, это Калифорния, солнце светится. Лучше, чем Ванкувере, нет? Ну, погода как минимум. Но это сейчас. У нас бывает очень жарко. То есть в Сан-Франциско, кстати, не так. У нас бывает очень жарко. Но всем нравится здесь. Хотя некоторые... Попробуют по-другому как-то ответить. Когда пастор говорит, всем нравится. Да. Мы очень рады, что вы нашли время. Приехали, да. То есть братья и сестры после служения. Пожалуйста, подойдите, познакомьтесь, да. То есть чтобы они чувствовали себя как дома. Кстати... Да. Женя говорит, у кого-то день рождения сегодня. Да, у нас сегодня у второго Джани сегодня прям вот день рождения. Ему сегодня девять стало. Джон. Джон, меня тут, кстати, так же само зовут, да. То есть меня никто не знает, правда, что так зовут. Но меня так зовут тоже, да. Моё официальное имя точно такое же. Хорошее имя, да. Так что пусть тебя Господь благословит и приумножит твоим годам. Кстати, я узнал вчера, что через пару дней у тебя день рождения. Да, в четверг, прямо на день благодарения. Прямо на день благодарения, да. Ну, кстати, мы хотели бы сегодня тебя поздравить, да. То есть, ну, в общем, разделите цветочки вместе с сыном. Благодарю. Я, к сожалению... Я думаю, что, наверное, вот так вот. Маме, да, Джанни? Подарим маме, да? Да. Братья и сестры, кстати, хочу сказать, завтра брат Дима будет целый день в церкви. Поэтому, если кто-то из вас хотел бы персонально с ним встретиться, поговорить, может быть, задать вопросы, может быть, ну, просто познакомиться, да. То есть вы можете назначить встречу через секретаря церкви. И в бюллетенях есть телефон Алины, поэтому позвоните Алине, да, то есть назначить завтра встречу, вот, и брат Дима с удовольствием как бы ответить на вопросы. Также завтра вечером у нас будет встреча всех братьев церковного совета, поэтому все пасторы, диаконы и все руководители отделов, кто является частью церковного совета, у нас будет встреча, мы также будем иметь встречу с братом Димой. Давайте мы помолимся, если в этом есть воля Господа, чтобы брат Дима стал частью поместной церкви вместе с семьей, да, то есть чтобы Господь усмотрел ясно, указал на волю свою. Дима, помолишься? Господь, мы благодарим Тебя за эту привилегию, называть Тебя своим отцом. Это подарок для нас, за который мы никогда не заплатили, не сможем заплатить, но Ты заплатил очень дорогую цену. Твой Сын умер за нас, заплатил вполне, и сегодня мы свободны. Мы освободились от рабства греха, и сегодня мы добровольно, с желанием, отдаемся в рабство праведности. И мы хотим исполнять Твою волю, Господи. Каждый из нас здесь на земле с целью. У каждого из нас есть определенное предназначение, которое нам нужно выполнить. И мы просим о том, чтобы не только мы, но каждый из здесь присутствующих мог эту волю знать и с радостью принять, и затем исполнить. Господи, это очень важно в отношении церкви и служения, чтобы мы были покорны Твоему плану и Твоей воле. Просим все во имя Иисуса Христа, наш Господь. Аминь. Аминь. Пожалуйста, братья и сестры, за непонятные места. Вы тоже самое. Спасибо большое. У нас сейчас будут еще несколько объявлений. Первое объявление, брожение. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. У нас сегодня будет вечером служение, как обычно, на английском языке. Будет проповедовать наш гость, брат Дмитрий. И после этого, вместо наших обычных групп дискуссий, у нас будут вопросы и ответы. Поэтому, если у вас есть вопросы, у него будет тема семейная, гармония в доме, в семье. Поэтому приезжайте, пожалуйста, на это служение. Если вы не знаете английского языка, у нас будет перевод, у нас будут наушники. Вы можете взять и слушать проповедь. И если у вас есть сейчас вопросы, вы можете отправить на вот этот номер, и мы постараемся вечером на них ответить. Если у вас в течение дня будут появляться вопросы, вы можете их отослать. И если у вас будут появляться вопросы в течение проповеди, вы тоже можете их отправлять на этот телефон. Поэтому приезжайте, привозите. Это тема, которая будет касаться детей, подростков, молодежи, родителей, дедушек и бабушек. Поэтому мы вас приглашаем, чтобы вы сегодня пришли на вечернее служение и слушали проповедь, назидались и после этого задали вопросы, которые у вас есть. Поэтому вот такая информация, такое объявление. Спасибо. Еще несколько объявлений. Уже на протяжении многих лет в Поместной Церкви на День Благодарения в четверг мы делаем богослужение. В этот четверг тоже самое, 28 ноября в 10 часов утра у нас будет благодарственное служение. Поэтому приходите сами, приглашайте ваших родных, близких. Также для братьев напоминаю, что в следующую субботу у нас ежемесячный молитвенный завтрак. Как обычно он будет в 8 часов утра. Поэтому, братья, пожалуйста, планируйте свое время и приходите. Для сестер также напоминание. Продолжается регистрация на женский рождественский вечер. Если кто-то еще не приобрел билеты, вы можете после служения в фойе церкви это взять. Я уже говорил о том, что завтра в течение дня, желающие встретиться с братом Дмитрием, вы можете это сделать. Но для этого необходимо позвонить секретарю, телефон в бюллетенях и назначить встречу. Ну и еще одно объявление. Наша кухня, братья и сестры там трудятся. Они сегодня снова приготовили вкусный обед, который вы можете после служения взять для себя. Тем самым поддержать служение подростковое. Те средства, которые будут выручены, они пойдут для развития подросткового служения. В принципе, это все объявления. Сейчас у нас будет материальный сбор. Давайте помолимся перед этим. Господи Бог, мы поклоняемся от Тебе и благодарим Тебя за то обилие Твоей благодати, за обилие Твоих милостей, которыми Ты наполняешь жизнь нашу. Благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое. Благодарим Тебя за Господа Христа Иисуса, за то спасение, которое мы имеем в Нем. Господи, благодарим Тебя за возможность служить Тебе, служить Церкви Твоей. Благодарим Тебя за здоровье и за работы, которые Ты нам даешь. Молим Тебя, Господи, благослови нас в том, чтобы то, что Ты нам даешь, мы с щедростью отправляли для того, чтобы, или перенаправляли для того, чтобы развивать Царствие Твое. Благослови, Господь, нас в продолжении служения, проповедь, которая будет звучать, пусть она будет в силе Духа Твоего Святого, касается сердец наших и изменяет нас образ Сына Твоего. Молю все это во имя Христа Иисуса. Аминь. Занимайте места. Кому-то известно, можете петь с нами. Бачу Бога кожен день, Як відкрию вранці свої очі В дивном небі голубі В перевеслі золоті Як промінь сонця Всюди Ти, нескінчений Бог Творець, нескінчений Бог Отець, нам не змінний у любові Ти, милосерди і святий Будь на небі, на землі Будь благословен Сюди Ти, Бог благослови Слава добри Слава добри Будь на небі Слава добри Будь на небі Слава добри Сюди Ти, Бог благослови Слава добри Слава добри Слава добри Слава добри Слава добри Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, сегодня тема благодарности, благодарного сердца. Сегодня уже больше и больше вы готовитесь, наверное, к четвергу, к Дню Благодарения. И будет, я думаю, очень даже полезно, если мы сегодня будем говорить о благодарности. Что такое благодарность? Как быть благодарным? Почему благодарным? Начну я с такого вопроса. Я думаю, многие из вас, надеюсь, наверное, после служения к себе приглашаете по воскресеньям гостей. Я надеюсь. Я не намекаю, нас уже пригласили, так что я не напрашиваюсь. Но представьте, я вам представляю, сейчас вот здесь бы стояло 10, 12, 11 человек. Я бы сказал, вот это вот мои друзья, бывшие прокаженные, 10, которые встретились однажды с Иисусом. Он их исцелил. Девять из них, вот эти вот, девять первых, они неблагодарные. Один самарянин, он не похож на вас, на меня, не совсем удобный, но он благодарный. Кого бы вы после служения подошли бы и пригласили к себе в гости? Как вы думаете? Ну, давайте подумаем. Наверное, никого. Подождите, а вдруг он еще прокажорный, да? Я не хочу здесь прокаженных и себя. Нет, нет, они все, по-честному, здоровые все. Наверное, благодарного. Я думаю, что с девятью, хоть их и больше, ну, наверное, во-первых, девять приглашать или одного. Наверное, лучше одного, да? Не хватит на всех супа. Но, наверное, вы бы взяли одного вот этого десятого, да? Наверное, с ним было бы поприятнее поговорить. А если бы с ним рядом еще стоял его друг, Светхого Завета, Иов, помните? Которые одно, второе, третье забираются у него, а он остается верен. Он остается на Божьей стороне, и он принимает это. А что, мы все должны принимать, Господь? Вы бы пригласили к себе Иова? Я думаю, наверное, было бы даже очень интересно пообщаться с Иовом. К чему я эти задаю вопросы? Понятное дело, что сегодня не будет ни прокаженных, ни бывших прокаженных. Надеюсь, будете кого-то приглашать. И у вас, наверное, где-то есть какой-то критерий, по которому вы кого-то приглашаете, а кого-то нет. Это честно. Вы же всех не пригласите, всю церковь. Как-то идет отбор. И вот один из критериев, который, может быть, мы подсознательно. Но человек, который в общем, по жизни довольный и благодарный, я бы его к себе пригласил. Если бы тот, который постоянно, вот сегодня сварливая жена, или же там недовольный человек постоянно, ну, пускай иди, пейся, грейся и иди своей дорогой. Мы понимаем, что благодарное сердце прекрасно, красиво, интересно, привлекательно. Это однозначно. Вопрос другого плана. Как быть таким человеком? Мы-то понимаем, что есть такие люди, но хотелось бы, чтобы после служения всех нас разобрали по домам. Согласитесь. Я не говорю о гостях, я просто говорю о рядовых. Как быть таким благодарным? Знаете, я назвал темой диаграмма благодарного сердца. Всем известно, что такое кардиограмма. Это электрический ток, который измеряется в сердечной мышце и определяется, когда сокращаются предсердия, когда сокращаются желудочки. Вы знаете, вот эти вот зубцы, так называемые, этой кардиограммы. И когда к врачу попадает этот документ, и он смотрит на кардиограмму, он может определить, здоровое сердце или же нездоровое сердце. И вот сегодня я хочу вас пригласить в операционную, духовную такую. Возьмем стол и достанем свое сердце, положим на этот стол. По-английски называется hearts on the table conversation. Знаете, такое? Hearts on the table. Когда мы возьмем наши сердца сегодня, положим на этот стол, и давайте сделаем серьезный анализ, диаграмму. А оно благодарное или нет? Потому что это намного важнее лечить сердце, нежели симптомы. Понимаете? Болит сердце? Давай таблетку обезболивающую сел. Все, не болит, пошел. Это не решило проблему, согласитесь. Поэтому, если мы просто сейчас подойдем к празднику благодарения, давайте научимся сказать спасибо после еды, перед туркой, когда вы будете кушать, пожалуйста, составьте список, за что вы благодарны. Мы это все сделали, все замечательно, благодарные. Не-не-не-нет. Давайте подойдем к этому празднику, к этому вообще, к этой теме, с самой сердцевины. Поговорим от сердца к сердцу. Для этого надо, ваше, каждое, вы каждое свое сердце достаньте сейчас, перед собой положите на стол, и давайте мы будем оценивать. Я хочу для этого пригласить вас в текст. Не совсем обычный, но я думаю, что для нас будет особым благословением. Это послание к Ефесянам, первая глава. Первая глава мы будем читать с 15 стиха и до конца этой главы. Пока вы открываете, я хочу, чтобы вы открыли, мы проведем большее время вот в этой главе. Я вам скажу, что эти стихи с 15 по 23 стихи, это одно предложение. Одно предложение. Когда мы не можем в разговорном речи, или когда мы пишем, не можем поставить точку. Когда это бывает? Когда мы забываем о знаках припинания, подскажите мне, когда я вот начинаю говорить что-то и не успеваю дойти до точки, я просто говорю, 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 говорю. Когда это с нами происходит? Когда мы ругаемся? Когда еще бывает так, что мы начинаем говорить и просто забываем о знаках припинания Мы говорим и говорим и говорим Наверное, когда мы очень воодушевлены и возбуждены Нас что-то очень-очень заинтересовало И мы сейчас рассказываем, как мы приехали с отпуска И мы не можем даже позволить другому человеку ставить копеечку И 15 минут мы просто разгружаем все свои последние две недели отпуска на этого человека Потому что это нам очень интересно Так вот, когда Павел доходит до 15 стиха Он задевает что-то такое интересное, какую-то жилку в его сердце Он не может точку поставить И до 23 стиха идет одно предложение Это что-то очень-очень воодушевляющее для Павла Это одно предложение, давайте мы его прочитаем Так как, я думаю, наверное, Павел его и хотел, чтобы читалось в церкви Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса Я любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога Вспоминая вас в молитвах моих Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы Дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его И просветил очисть сердца вашего Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его Какое богатство славного наследия для святых И как безмерное величие могущества Его в нас Верующих по действию державной силы Его Которой Он воздействовал во Христе Воскресив Его из мертвых И посадив Одесну из себя на небесах Превыше всякого начальства и власти, силы, господства И всякого имени, имену Его не только В всем веке, но и в будущем И все покорил под ноги Его Постоял Его выше всего главой церкви Которой есть тело, его полнота, наполняющая все во всем Вы представляете, кто читал это послание Как ему приходилось это все зачитывать Павел не может остановиться И нам нельзя остановить Я хотел просто обратить одно слово «благодарю» 16 стих, но никак нельзя вот просто вырвать Это одно предложение И вот смотря на этот текст Я хочу, чтобы мы вместе с вами Определили четыре качества Благодарного сердца Четыре вот этих зубца Вот мы будем сейчас смотреть на наше сердце Я хочу, чтобы вы не смотрели на сердце вашего соседа Своей соседки, мужа, жены Это легко сделать Мы это делаем каждый день Своё сердце давайте возьмём На заметку и проанализируем его Первое очень важное качество Благодарного сердца Благодарное сердце первое Пропитано Евангелием Вот вы его ничуть Нажмёте на него Сдавите его А с него Евангелие Изливается Оно пропитано Евангелием Посмотрите Почему я об этом говорю 15 стих начинается «По-се-му» «По-сему и я» «По-сему и я» Что значит «по-сему и я»? Это определённое связующее такое слово Фраза, которая говорит Что что-то было сказано прежде Теперь «по-сему» Происходит вот эта вот молитва И вот открытие сердца Павла Павел открывает своё сердце Вот в этих нескольких стихах Внутреннее свой мир Приоткрывает для нас Но вот это «по-сему» Говорит о том Что вот то, о чём мы будем говорить Об этом сердце Которое пропитано благодарностью Оно привязано к чему-то А что это «по-сему» К чему оно привязано Оно возвращает нас к преждему И здесь нужно начать С самого начала главы Во-первых, первые два стиха Посмотрите, Павел делает приветствие Благодать вам И затем с третьего стиха До десятого включительно Ещё одно немаленькое предложение Посмотрите, это одно предложение В этой главе всего четыре предложения Павел начинает говорить о чём-то Что-то очень дорогое для него И он точно так же Очень воодушевлён Очень возбуждён Это что-то его касается настолько Что он не может опять точку поставить О чём он говорит? А он говорит с третьего стиха А по четырнадцатый – чистое Евангелие И только потом говорит Посему я благодарю Другими словами Благодарность Она на что-то должна быть возложена Она должна на чём-то опираться На чём-то опираться Это очень важно Смотрите Благословен Бог Он начинает Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Он обращается к троице Он эту троицу открывает Прекрасным образом Он говорит Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословиши нас во Христе Всяким духовным благословением В небесах Так как Он избрал нас В Нём прежде создания мира Чтобы мы были святы И непорочны пред Ним В любви И Он открывает Предопределив усыновить нас Шестой стих В похвалу Славы благодати своей То есть Бог Отец Спланировал Наше спасение Оно Коренится Исток В самом Боге Отце Он этого захотел Это Его план Наше спасение И Он это делает Для своей славы Шестой стих Дальше Седьмого Начинает В котором То есть В Иисусе Христе Мы имеем искупление Крови Его Прощение грехов По богатству благодати Которую Он в преизбытке Даровал нам Во всякой премудрости Разумения Открыв нам тайну В устроении полноты Десятый стих В нем И садилась Наследникам Предназначенным По определению Совершающим Все поизволению Воли своей Дабы послужить К похвале Славы Его Нам Опять похвала Слава Второй сегмент Евангелия Он теперь обращается Ко второй личности Троицы Бог Сын Приобрел Наше искупление Бог Отец Спланировал Бог Сын Приобрел Его Он сам пошел И заплатил И опять же В похвалу Славы Своей Это делается И 13 стих 14 Смотрите В нем И вы услышав Слово истины Благоествование Вашего спасения И уверовав В него Запечатлены Обитованным Святым Духом Который Есть залог Наследия Нашего Для искупления Удела Его В похвалы Славы Его Опять Третий Теперь Третья личность Божества Бог Отец Бог Сын И Бог Дух Святой А Дух Святой Взял это искупление И применил Непосредственно Каждому из нас Смотрите Троица Смотрите Спасение Открывается Панорама Огромаднейшая Мы узнаем О Боге Мы узнаем О нашем спасении Что оно было спланировано Было придено И потом оно Применено К нам Непосредственно Духом Святым Все это Для похвалы Славы Божией И Павел Это не может остановиться И он И мы задаемся Зачем 14 стихов Говорить Евангелие Церкви Он пишет Это же В Ефес Очень просто Потому что Если не заложить Этого фундамента Ко всему Что дальше Будет идти На чем На чем все Будет строиться На Евангелии Павел не стесняется Это его Водушевляет Он это пишет Одним предложением Потому что Это очень важно Это очень ценно Для него Дорогие Не надо Выключать себя Когда вы Слышите В тысячный раз Евангелие Ну разве Вы Коречитесь Когда вам Тысячный раз Дают ложку Меда За свою жизнь Мед этот Я уже ел его в детстве Помню Сладкий Вкусный Все Хватит Но если вы Любите Мед Не надоест Не надоест Хлеб едите Каждый день Почему? Нравится? Или заставляет Папа с мамой? Павел Ни капли Не стесняется Евангелие Говорит Не-не-не Знают они Все это хорошо Давайте еще раз Покушаем Вкусно Сладко Приятно Почему это очень важно? Когда мы начинаем Говорить о благодарности Посему я Услышав о вере Вашей во Христа Иисуса И любви ко всем святым Непрестанно Благодарю за вас Непрестанно Благодарю Посему Связывает Благодарность Связана С непосредственно С Евангелием Поймите Вот сегодня Поставьте себя В позицию Или в четверг Когда вы Недблагодарение Господи Я благодарю тебя За машину А представьте Нету машины Господи Благодарю тебя За здоровье А представьте Нету этого здоровья Господи Благодарю тебя За семью Представьте Ее не заберет Господь Все Работа Карьера Деньги Все Все Вот забрать 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 И что Дня благодарения Не получится У нас Или получится Получится Если Есть Первые 14 стихов Первой главы Евангелия Есть Если Я Дитя Божий Если Я понимаю План Божий Знаете Иногда Это Наблюдается Когда Перед Обеденным Столом Семья Встала Молиться У нас Кто-то Из детей Один Молится И потом Кто-то Из родителей Молится И вот Тот Кто Бывал Я Не раз Наблюдал Когда Ну В простоте Своей В детской Ребенок Прибежал За стол Молиться Ты будешь Молиться Хорошо И он Глазами Смотрит На стол Что на столе А там Борщ Ему Сейчас Надо Молиться Вы Не замечали Какая Борьба Происходит Надо Сказать Богу Спасибо Вся Благодарность И пропала И так же Бывает В нашей Жизни В взрослой Жизни Когда Встаешь На колени А ты Посознаешь Голова Болит Работу Потерял Конфликт На работе Непонимание В семье Надо Сказать Благодарность Богу И Сложно И Сложно Если Нет Евангелия Если Реально Нет Евангелия В жизни Этого Человека Если Вы Выдернули Из Розетки Своё Духовное Сердце И Не Подпитываете Его Евангелем Постоянно Что делает Павел С самой Первой Страницы Он Сразу Говорит Это Все Определит Мы Сможем Говорить О Благодарности Мы Можем Говорить О Очень Многих Других Вопросах Духовных И Практики Жизни Если Будет Евангелие Посему Очень Важно Как Часто И Как Много Писания Евангелия Формирует Реально Состояние Вашего Сердца Диктует Состояние Вашего Сердца То есть Определяет Состояние Вашего Сердца Или Если Работа Есть Я Благодарен Здоровье Есть Я Благодарен А Если Нет Что Тогда Все Уберите Будет ли Благодарность Все Уберите Будет ли Благодарность Честно Задайте Себе Вопрос Посмотрите На свое Сердце И Скажите Чем Она Пропитана Никто Не Против На Дне Благодарения Скажите Господи Благодарю За Пищу На Столе За Здоровье За Семью И Это Надо Сделать А Если Этого Не Будет Когда А Если Даже Это Есть Это Все Должно Восприниматься Глазами Евангелия Второе Благодарное Сердце Радуется За Других Благодарное Сердце Радуется За Других Посему И Я Услышав О Вашей Вере Во Христа Иисуса И Любви Ко Всем Святым Непрестанно Благодарю За Вас Бога Вспоминая О Вас В Молитвах Моих Чтобы Бог Господа Нашего Иисуса Христа Те Славы Дал Вам Духа Премудрости Откровения К познанию Его Знаете ли На кого Смотрит Павел В это Время Во время Дня Благодарения Он Смотрит На Других Я думаю Наверное Это Самое По-английски Challenging Самое Сложное Самый Сложный Элемент Которое Я бы Хотел Чтобы Вы Возможно Подумали И привнесли В свой День Благодарения Начиная С Сегодняшнего дня О чем Мы Благодарим Мы Благодарим Мне Мое Наше Здесь Он Говорит Ваша Ваша Вы Вы Заметили Ни разу Он о себе Не сказал Ни разу Почему Потому что Его Благодарность Оно Пропитано Евангелием И когда Евангелие Пропитывает Тебя То ты Начинаешь Радоваться И смотреть На других За других Радоваться Его День Благодарения Был Перечнем Благословений Других Людей Он О себе Совсем Забыл Павел Значительно Поднимает Планку Благодарности Не мое Не мои вещи Предмет Моей Благодарности А люди Другие И их Благо Он За них Радуется Бог Павел Видит Как Бог Благословляет Людей Он Смотрите Услышав О вере Вашей Во Христа Иисуса И о любви Ко всем Святым Вашей Любви Непрестанно Благодарю За вас Бога Что Вы Цените Реально Друзья В других Людях В 15 Стих Говорит И услышав О вашей В вере Во Христа И о вашей Любви Ко всем Святым Говорит Для меня Это самое Ценное Что вы Цените В других Людях За их Доброту Или их Деньги Их веру Или их Власть Что Вы Цените Знаете Почему Это важно Потому Потому что То Что Ценно В общем Церкви Это Формирует Идентичность Церкви К примеру Если В церкви Становится Ценным Носить Серые Пиджачки Через Время Потихонечку Начинает Все носить Черные Серенькие Пиджачки То Что Ценно То И формирует Идентичность Если Для нас Ценно Какая-то Власть Какие-то Еще Какие-то Элементы Постепенно Это Становится Идентичностью Церкви Если Церковь Смотрит И читает А Павел Учит Церковь Он Говорит Услышав О вашей Вере И мне Ценно Видеть В людях Веру Я Прихожу Я Ищу В людях Веру Если В церкви Начинается Вот это В тренде Становиться Вера То Человек Извне Приходит И он Понимает Если У меня Есть Вера Меня Здесь Примут И дальше Он Говорит Если Есть Любовь Ко всем Святым Для Павла Он Учит Церковь Правильным Приоритетом Он Говорит Вот это Две Вещи За которые Я благодарен За вас Не за Ваше Здоровье Не за Ваши Карьеры Все Это Замечательно Я Благодарю За любовь И за Веру И он Воспитывает Церковь Ценить Это В людях И за Это Быть Благодарными Замечайте Очень мало Здесь еще Материального Совсем Нет А Есть Духовное И Когда Мы Начинаем Ценить И Обращать Внимание На Духовное Это Становится Идентичностью Церкви Это Становится То Что Самое Важное Это Самое Ценное Для Церкви Человек Приходит И он Видит Здесь Ценят Любовь Ценят Веру Я Хочу Быть Часть Если Где-то Как Мы Начинаем Отвлекаться Ценностей Мы Начинаем Благодарить Бога За Какие-то Другие Вещи В людях То Определяет Идентичность Церкви Очень Важно Чтобы Мы Замечали Этот Элемент И Были Благодарными В первую очередь За Евангелие А затем Он говорит Совсем Другое Направление Представляет Благодарите За других Будьте Благодарны Вот Я Сегодня просто Хочу Простой Вопрос Насколько Вы Благодарны За человека Который Рядом Сидит Спереди Сзади Через Несколько Рядов Люди Которые Вокруг Вы За них Благодарны Или Пришли Это их Дело Я сюда Пришел Поклоняться Богу Нет Церковь Это Семья Я Благодарю За своих Детей Я Благодарю За свою Жену Я Очень Ценю Ими Точно Такой же Менталитет К церкви И Теперь Следующий Вопрос А за что Я их Ценю Вот Они Пришли Сегодня За что Что Они Мне Не Обидели Зашли И Не Трогают Меня Самое Главное Лишь Бы Не Тронули До Конца И Тогда Я Буду Благодарный Или За то Что Они В В Вера Есть И Они Любят Церковь Так же Как Я Люблю И У меня Такая же Вера Мы Начинает Скреплять Людей Которые Родились В Казахстане Или В Таджикистане А Здесь Они В одном Как Стать Благодарным Возможно Вы Сейчас Слушаете Хорошо Говоришь Замечательно Вот Как Без практика Помоги нам Пожалуйста Помоги С практикой Ну Вот Как Стать Благодарным Я Понял Я Понимаю Ты Говоришь Надо Корениться В Евангелии Тогда Будет Благодарность Даже Если Что-то Есть Или Нет Понял Теперь Павел Учит Нас Быть Благодарными За Других Как Смотрите 15 стих Отвечает Нам На этот Вопрос Посему И Я Услышав О вашей Вере Во Христа Иисуса И любви Ко всем Святым Непрестанно Благодарю Услышав Научитесь Слушать Других Людей О чем Они Радуются Когда Они Говорят О чем Они Переживают Какие У них Трудности Научиться Нужно Друг Друга Слышать Все Несложно Что мы Обычно Когда мы Начинаем Общаться Друг С другом Мы хотим Чтобы Нас Все Услышали Павел Говорит Я Услышал Я Унаучился Слушать Я Научился Задавать Вопросы И Интересоваться В людях Просто Услышать И вы Узнаете Если Вы Просто Понимаете Предложение Вы поймете Суть Дела Кто Чем Живет И вы Научитесь Быть Благоданными Вы Увидите Переживания Радости Друг Друга А что Делать Когда Ситуация Вот И подошел К человеку Господи Даже Не знаю За что Заблагодарить Этого Человека Только Что Меня Подрезал На Паркинге Уже Неделю Не Здоровается А у Него Проблемы А у Нее Проблемы А он Еще Не Вернул Мне Долг А еще И Его Сын Язык Показал Мне Во Время Служения Не Могу Благодарный Быть Господи Как Как Интересный Пример Я Нахожу В Первое Коринфянам Просто Одна Иллюстрация Первое Коринфянам Павел Тот же Самый Павел Пишет Церкви В Коринфянам Вы Знаете Церковь Коринфа Не Самая Блестящая Церковь Из всех Новозаветных Церквей Вы Знаете Сколько Там Болячек Полистайте Очень Много Болячек Но Он Начинает Четвертый Стих Первой Главы Непрестанно Благодарю Бога Моего За Вас Как Так Может Быть Откуда Такое Павел Ты же Следующие 16 Глав Просто Будешь Наказывать Духовно За Одно За Второе За Третье И дальше Он Говорит Ради Благодати Божией Дарованной Вам Во Христе Иисусе Нашел Павел Нашел За что Благодарить Он Увидел Божью Благодать Среди Всех Этих Болячек И Переживаний Павел Увидел Благодать То же Самое Делал Варнава Когда Он Пришел Помните Его Послала Церковь Иди В Антиох Пришел И что Он Увидел Там Благодать Он Увидел Действия Божьего Евангелия Третья Характеристика Благодарного Сердца Оно Постоянно Молится Благодарное Сердце Постоянно Молится Посему Я Услышав О вашей Вере Во Христа Иисуса Любви Ко всем Святым Непрестанно Благодарю За вас Бога Вспоминаю Вас В молитвах Моих Это не Первая Молитва Эта Молитва Была Сердце Его Потому что Он не может Поставить Точку Потому что Он эту Молитву Говорил Не раз И не два Сотни раз Павел Павел Молился За Церковь И вот Одну Из Этих Молитв Он Открывает Нам Приглашает Нас В его Молитвенную Комнату И он Делится О том О чем Он Молится Но Вот Это Вступление Непрестанно Благодарю За вас Бога Вспоминая Вас В молитвах Моих Очень Часто У нас Происходит Такая История В отношении Сердца Вот То что Я Кстати Можно Очень Легко Определить Вот Когда Мы Начинаем Сегодня Оцениваем Наше Сердце Благодарно Ли Оно Как Я Уже Привел Этот Пример Когда Мы Не Можем Просто Молиться Если Внутри Нет Благодарности Молитва Будет Сухая Стандартная Господи Спасибо За Эту Пищу Или Спасибо За Эту Работу Спасибо За Церковь Но Это Все Для Чисто Для Галочки Когда В сердце Есть Благодарность Тогда Молитва Становится Непрестанной Несколько Повелений В Римлянам 12 12 Написано Будьте В молитве Постоянны Будьте В молитве Постоянны Колоссянам 4.2 Будьте Постоянны В молитве 1 Фессалоникийцам 5.17 Непрестанно Молитесь Что Дает Вам Реально Продолжать Молиться За Других Даже Когда Вы Не Видите Результата Ответ Благодарное Сердце Благодарны Ли Вы Человек Вот Здесь Интересно Непрестанно Благодарю За Вас И Молюсь Знаете Есть Один Пример Печальный Когда Была Молитва Отсутствовала Благодарность Откройте Пожалуйста Якова 4.1 Якова 4.1 Я прочитаю Вы поймете Что Вот Вот она Печальная Картина Когда Сохранилась Молитва Но Не было Благодарности Очень Не хотелось Такую Молитву Наблюдать Ни в себе Ни в ком Другом Откуда У вас Вражды И Распри Не Отсюда Ли От Вожделений Ваших Воюющих В членах Ваших Желаете И Не Имейте То есть Нет Удовольства Убиваете Завидуете И Не Можете Достигнуть Припираетесь Вражнуете Не Имейте Потому Что Не Просите О Затем Просите Продолжайте Молиться И Не Получаете Потому Что Просите Не На Добро А Чтобы Употребить Для Ваших Вожделений Прелюбодей Прелюбодейцы Не Знаете Ли Что Дружба С Миром Есть Вражда Против Бога И Так Кто Хочет Быть Другом Мира Тот Становится Врагом Богу Или Вы Думаете Что Напрасно Говорит Писание До Ревности Любит Дух Живущий В Нас Смотрите Просите А эти Люди Продолжают Молиться Но Сердце Уже Давно Неблагодарно Они Желают Они Они Недовольны Они Они Требуют Чего-то Они Воюют Чтобы Заполучить Это Там Нет Благодарного Сердца Но Осталась Еще Молитва Формальная Такая Молитва Нерабочая Такая Молитва Нерабочая Молитвенная Жизнь Истекает Из Благодарного Сердца Вот Мы Сегодня Анализируем Анализируем Наше Сердце Вот Благодарное Рано Или Нет Один Из Симптомов Это Присутствие Если же Помолился Только Воскресенье И только В понедельник Ничего Не Получил Все Закрыл И все И молиться Будем Через Месяц Это Исходит Из Неблагодарного Сердца Четвертое Благодарное Сердце Желает Блага Для Других Желает Блага Для Других Непрестанно Благодарю За вас Бога 16 стих Первой Главы Непрестанно Благодарю За вас Бога Вспоминаю Вас В молитвах Моих И дальше Он открывает О чем Он молится И в этой Молитве Он не упоминает Ни работы Ни здоровья Ни семьи Ни машины Ни рыбалку Даже Ни погоду И даже Ни политическую Ситуацию В стране Он молится Об их Духовном Состоянии Это самое Важное Чтобы Бог Господа Нашего Иисуса Христа Отец Славы Дал вам Духа Премудрости И откровения К познанию Первое Что он говорит Познание Бога Он молится О том Чтобы Он желает Блага Для этих людей И самое Важное Благо Для людей Верующих Это познание Бога И для неверующих Кстати Если вы хотите Молиться И вы молитесь О неверующих Людях Соседях Родственников Детях Родителях Близких Самая Важная Молитва За этих Людей Это то Чтобы они Познали Бога Христианство Это не личность Это личность Но не программа Христианство Это личность А не программа Иоанна 17 3 мы читаем Я же есть жизнь вечная Да знаю тебя Единого истинного Бога И посланного тобой Иисуса Христа Вопрос Знаете ли вы Бога Вот сегодня мы говорим О Евангелии Мы сегодня говорим О благодарном сердце И это благодарное сердце Индикатор Знаю ли я Бога Павел Идет в самую Северцевину И говорит Я говорю Евангелие С целью Чтобы Бог Господа Иисуса Христа Отец славы Дал вам Духа премудрости И откровения К познанию Его Вторая Очень важная Составная Этого блага Это живая Надежда И просветил Отче сердце Восемнадцатый стих Дабы вы познали В чем состоит Надежда Призвания Его И какое богатство Славного Наследия Его для святых Речь идет О наследии На небесах А самая ценность Самая большая Ценность На небесах Это не золотые улицы Друзья Поверьте Нам их золота Будет много Это потеряет ценность И даже не какая-то Река Замечательная Не какие-то Деревья Замечательные Самая большая Ценность На небесах Что Или кто Иисус Когда мы Готовимся К свадьбе Я смотрю Я очень много Предсвадебных Консультирован Я спрашиваю Жениха Что тебя Почему ты Стремишься К свадебному Дню Что тебя Интересует Свадебно Мне И он отвечает Ну конечно же Украшения Конечно же Свадебный пир Это я вот просто Не дождусь Когда покушаю Вкусно Или же Гости придут Вот программа Будут петь Я просто не могу Дождаться Этого Да нет В основном Если честно Между Всеми нами Скажу Братья В основном Думают Мне бы Это вообще Ничего не надо Была бы Моя невеста Помолились И поехали Ну там Добавили Где-то Спеть Где-то Покушать Где-то Ну в общем На весь день Программы Добавили Но самое ценное Самое ценное Это Кто там Это невеста Это жених Это самое ценное В наследстве Этого дня То же самое Павел говорит Я хочу Чтобы вы Верующие люди Ясно Видели Надежду Которая вас Ожидает на небесах То наследие То награда Какая Интересно Он говорит Смотрите 18 стих И просвети Отче Сердца Вашего Оказывается Когда Сейчас Наше сердце Лежит На этом Столе Посмотрите На это Внимательно Сердце На этом Сердце Есть два Глаза Ну Так же написано 18 стих Он молится Господи Просвети Отче Глаза Сердца Этих Людей То есть На вашем Сердце Сейчас Сколько Здесь 300 Сердец 600 Глаз Есть Куда Эти глаза Смотрят Этого Сердца К сожалению Суета Этого Времени Глаза Нашего Сердца Направляются Горизонтально Очень часто Горизонтально И он понимает Нет Если мы реально Говорим о благодарности Я желаю вам блага И самое важное Благо Если ваши глаза На вашем сердце Посмотрят Немножечко выше На небеса И там увидят Наследие И тогда Я становлюсь Действительно Радостным Благодарным Я Очень богат Там очень Большая Ценность Ради которой Как Иисус Рассказывает Один в притче Пошел И продал Все И с радостью Это сделал Потому что Самое ценное Ну Вот это Настрой Он происходит Только тогда Когда глазами Глазами Я увидел Это Наследие Это Жениха Христа Спасителя И третье Сила Для жизни 19 стих И как Безмерно Величие Могущества Его в нас Знаете Вот эта фраза Говорит Это один из Один из Текстов 19 стих Я вообще считаю В Библии Один из тех Текстов Когда мы Начинаем Немножечко Разглядывать Мышцу Бога Бог Очень силен И когда Павел Доходит до силы Божьей Ему пытаются Ее объяснить И он Берет Из греческого Языка Буквально В кучу Сгребает Все Самые Яркие Термины Которые Говорят О величии Могущества Какие Только Можно Придумать Я вам Сейчас Прочитаю На греческом Не испугайтесь Вы догадаетесь Почему я Это делаю Смотрите То Хупербалон Хупербалон То Хупербалон Мегасос Тес Дунамеос Ауту Хупербалон Гипербола Знаете Гипербола Это Которая Функция Уходит В Инфинити В Вечность Она Никогда Не Станет Нулем Это Бесконечное И он Так И говорит И как Безмерно Это Гипербола Дальше Он говорит Мегатус В английском Вы знаете Мега Что такое Мега Это Громадное То есть Оно Вечно Нету Границ И оно Величественное И переводчики Перевели Величие Мега Великое И затем Дунамеос Это то же самое Слово Откуда Динамит Наш Произошел Взрывное Что-то И он говорит Смотрите Какая Огромадная Величественная Взрывная Сила Но Но самое Что шокирует В этом Стихе Девятнадцатом Могущество Его В нас В нас В вас Если вы Ничего Не услышали Сегодня Ничего И только Сейчас Включились Поймите Сила Божия В вас Она Уже В вас И он Ее дальше Объясняет И говорит Верующих Под действию Державной Силы Его Вот эти Три слова Можно перевести По силе Сильной Силы Его Силе Сильной Силы Он повторяет По разному Объясняет Он опять же В девятнадцатом Стихе Пытается Обрисовать Величие Силы Божьей И он Говорит Это все В нас В вас Знаете Это как Ребенок Может быть Вы сталкивались С этим Когда маленький Ребеночек Его старшие Тюкают 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 И в один Прекрасный Момент Он Понял Что Если он Закричит Помощь Поспеет Немедленно Более того Как только Он начинает Поднимать голос Старшие Братья Просто Рас Руки Отбегает 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 В сторону И он Стоит Маленький Шпет Старшие Ребята И он Вдруг Понял Что в Моем Крике Есть Сила Это Извиняюсь Если Кто-то Из детей Сегодня Один Урок Усвоил Не совсем Может быть Нужный Но это Для Иллюстрации Чисто Дети Забудьте Это Для Взрослых Было Остать Это Но Вы Понимаете Когда Человек Осознает Вдруг Что Он Что-то Может Когда Вдруг Ребенок Начинает Понимать Что Он Может Идти Своими Двумя Ногами Он Начинает Ощущать Что Я Это Могу Павел Хочет Убедить Верующих Говорит Это Сила В Вас Поверьте Я Молюсь Об Этому Что Бог Открыл Вам Глаза И Вы Поняли Что Это Сила В Вас Осознать Это Надо И Все И На этом Заканчивается Молитва Он Дальше Объясняет Как Это Действовала Сила Когда Она Воскресила Иисуса Когда Она Его Подняла Вознесла На Небеса И Посадила Превыше Всего Всех Начальств Всего Превыше Церкви То Это Та Сила Которая Действовала В Иисусе Христе И Воскресила Из Мертвых Это Серьезная Сила Это Серьезный Динамит Это Серьезная Гипербола Которая Присутствует В сердце В жизни В сердце Каждого Христианина Это Привилегия Тех Кто Познал Евангелие Те Которые Знают Бога И В том Благодарном Сердце Присутствует Вот эта Сила И Тогда Все Решается Сейчас мы будем молиться Если Кто-то из вас Задумывается Кого пригласить К себе домой Может быть И не надо Того приглашать А может быть Вернитесь Назад И Серьезно Подумайте Поразмышляйте О своем Сердце Основана ли Ваша Благодарность На Евангелии Радуетесь Ли За успехи Других И Перечислите Благословения Других Постоянно ли Вы В молитве Осознаете Ли Реально Силу Божию Которая Действует В вас Это Привилегия Благодарного Сердца Давайте Мы встанем Помолимся Аминь Господь Благодарим Тебя За то Что Ты Являешься Источником Всех Благ И Самое Первое И Самое Важное Блага Это Знать Живого Бога И Это Ты Делаешь Посредством Производишь В нас Посредством Живого Евангелия Проповеди Слова Которая Открывает Нам Как Ты Благ Которая Открывает Твой План Спасения Цену Спасения Безопасность Безопасность Этой Печати На Нас Из Этого Стекает Благодарность И Эта Благодарность Дальше Движется И Взирает На Других Людей Господи Сегодня Мы Просим Чтоб Ты Простил Нас Что Очень Много Мы Думаем О себе Нежели О других В Эти Дни Благодарения Праздника Благодарения Учи Нас Благодарить Тебя За Благословение Других Людей Радоваться За них Научи Нас Видеть Других Научи Нас Слышать Об Успехах И Благословениях И Трудностях Других Людей Господи Учи Нас Этому Господи Учи Нас Постоянству В молитве Учи Нас Желать Самого Лучшего Блага Для окружающих Которое Кроется В жизни Преклоненной Пред Тобою Жизни Которая Пропитана Силою Твоею Действующую В нас Могущественно Слава Тебе Наш Бог Аминь Слава Господу Спасибо Брат Дима За хорошее Изложение Текста Писания Нам остается То, о чем мы слышали Применить в нашу жизнь Как Слово Божие Говорит Не остаться просто Слышателями А стать Исполнителями Божьего Слова С миром Господнем Пусть Господь Благословит Ждем вас На вечернем собрании Сегодня В 6 часов вечера Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому